Всем привет! В этом видео будем монтировать оконные элементы и систему отделки углов Alta Decor. Предлагаю начать именно со второго. Система отделки углов предназначена не только для отделки углов сайдинга и фасадных панелей, но она также и подойдет для штукатуренного фасада. Я здесь уже заранее подготовил отверстие и можно приступать к монтажу крепежной системы. Крепежная система выглядит следующим образом. Она устанавливается на обрешетку непосредственно перед монтажом сайдинга. В том случае, если у вас будут широкие панели, для этого предусмотрена монтажная полка. Она устанавливается следующим образом и позволяет увеличить вот эту вот глубину угла, для того, чтобы вставить сюда более широкие панели. В том случае, если у вас будут фасадные панели или сайдинг из стандартных коллекций, то вот эта вот полка, она срезается. Срезать ее можно болгаркой, ножницами по металлу, ну или чем угодно. После того, как мы подрезали монтажную полку, можно приступить непосредственно к монтажу самой крепежной основы. В моем случае это будет выставочный образец, поэтому я его креплю не на обрешетку, а непосредственно к стене. Как это делается со штукатуренным фасадом. Для монтажа крепежной основы достаточно будет трех саморезов с каждой стороны. Я уже заранее подготовил для этого отверстие. Выставляем крепежную основу по уровню и фиксируем. Крепежная основа вставляется друг в друга в специальные для этого пазы. Еще раз повторюсь, что крепежная основа монтируется перед монтажом сайдинга. И надежно вставляется в предыдущую панель. Термозазоры здесь предусматривать не обязательно, потому что на каждой крепежной основе есть термозазор. Он не дает панели продавливать нижнюю панель. Когда пластиковая панель расширяется, она упирается вот в этот термокомпенсатор. Фиксирую второй ряд крепежной основы. Существует три декоративных элемента системы отделки углов. Начиная от меньшего к большему. Первый, второй, третий. Их можно комбинировать между собой любым способом. Существует более сотни вариантов укладки вот этих декоративных углов. Вы можете придумать свой индивидуальный. В моем случае будет очень простая раскладка. С этой стороны у меня будет большая, маленькая, большая, маленькая. С этой стороны маленькая, большая, маленькая, большая. Верхняя часть крепежной основы подрезается под необходимый размер. Там, где у вас будет завершаться угол. В нашем случае мы оставили небольшой кусочек для того, чтобы объяснять нашим покупателям, как это все выглядит для самостоятельного монтажа. На мой взгляд, выглядит очень интересно. И, как минимум, стоит обратить внимание на такие материалы. Хочу также отметить, что это эксклюзивный материал. И они производятся пока что только у компании Alta Profile. Конечно, большое спасибо компаниям, которые вносят какие-то новинки. Стоимость вот таких вот углов сопоставима со стоимостью углов от фасадных панелей. Поэтому, если вы собираетесь приобрести себе фасадные панели, декоративная система отделки углов Alta Decor вам выйдет ненамного дороже. По-моему, это интересный вариант. Я предлагаю вам вернуться немного в прошлое и разобрать, как смонтировать правильно наличники и откосы Alta Decor. Наличники и откосы применяются для отделки окон и дверей. Изначально возле окна необходимо смонтировать специальную планку, в которой уже будут вставляться наличники. Она напоминает собой G-планку, но выглядит немного меньше, чем стандартная G-планка. Далее нам необходимо измерить глубину оконного проема. И под эту глубину подгоняем все элементы. Для нарезки можно использовать болгарку, торцовочную пилу, лобзик, в общем, чем удобно. Нам удобнее всего было использовать лобзик. Сперва закрепляем два нижних угла, чтобы стыковать прямой элемент с углом. Необходимо подрезать его замки. В случае стыковки двух прямых элементов, они соединяются в замки. В общем, подрезается только та часть, которая вставляется в угловую. Проверяем ровно всех элементов и фиксируем саморезами. На этом можно завершить монтаж и приступить к монтажу сайдинга или фасадных панелей. И это уже будет смотреться красиво. Но существуют также наличники из серии Alta Decor, с которыми отделка окон будет смотреться еще интереснее. Наличники уже вставляются в смонтированные откосы и закрепляются саморезами к обрешетке. Далее, уже после монтажа откосов, можно приступить к монтажу фасадных панелей. Если сравнивать вот такие элементы отделки окон со стандартными пластиковыми и металлическими окнами, я думаю, тут выбор очевиден. Все зависит только от того, проходите ли вы по бюджету или нет. На нашем канале уже был один видеоролик, где я показывал на готовом объекте смонтированные окна Alta Decor. Предлагаю вам посмотреть еще раз. И я думаю, большинство из вас согласится, что смотрится это очень здорово. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok